Прошу. Ой, как напорено у вас тут. Как зовут? Мое имя Вадик. Вадик? А ты один здесь живешь, Вадик? Нет. А с кем ты еще проживаешь? С мамой и папой. Представимся, что из полиции. А мам и папа-то у тебя работают? Да. А ты что делаешь? Чем тебя дети сюда ходят? А я... Прекрасно. Что дети у тебя делают тут? Расскажи. Они здесь... Не знаю, играют, слушают музыку. А почему у тебя? Ты им что здесь разрешаешь пить, курить? Я уж не знаю насчет чего там пить. Чаем вроде всегда делюсь. Чаем делишься? Ну и сигаретами тоже делюсь. Сигаретами делишься? Они маловато, а они для курить-то. Это правонарушение, вовлечение несовершеннолетних. А я никого не принуждаю. Ну что, ты ждаешь им сигареты? Вовлечение подразумевает насилие. Ну нет. А без насилия ничего. Это решение самого человека. Человек рождается человеком, а не становится им в результате социализации и перековки. А еще что они у тебя делают? Да много что. Ну что много-то? Смотрят фильмы, слушают музыку, играют в игры. Я бывает с ними играю. А бывает? Бывает гулять ухожу. А они остаются? А для чего? Что у тебя тут за такое таинство? Ну здесь такой климат, что здесь 4 месяца только в году можно жить на улице нормально. А вот так приходится по помещениям, по теплым местам жить. Так в чем проблема? А что им жить? Проблема в чем? Потому что они не нравятся, что они у тебя тут сидят, курят. Почему это? Вместо того, чтобы идти домой делать уроки. Они даже вместо школы. А школу меня прогуливают. Значит, им не нравится школа. Школа для кого работает? Для детей. Ну не для какого-то абстрактного общества. А ты можешь там дать что-то больше, чем школа? Ну, например, здесь они учатся в том числе общаться друг с другом, находить компромиссы, договариваться. У них получается? Вполне. А у тебя с ними получается? Ну, конечно. Ко мне просто начинают приходить. Покажешь, как живешь и все, что-то спустил. Почему бы нет? Конечно. Можно даже не развиваться. Пил что-нибудь тут. Пил что-нибудь тут. Пил что-нибудь. А родители поздно приезжают? На работе? Да уже приедут поискоро. Мину через 20 точно. Семь-пятница. Короткий день. Не надо, чтобы здесь дети были. Да почему? Потому что родители ругаются. Чё, почему? А почему они ругаются? А где они играют в компьютер у тебя? Ну, там в комнате полно компьютеров, если что. А потому что они тебя используют, Вадим. Да пусть используют. Ну, как-то пусть используют. Или ты их используешь? Каждый человек, каждого как-то используют, на самом деле. То есть они к тебе приходят просто пообщаться и за компьютером посидеть, да? В основном, да. Ну, когда ты даже гулять зовут. Иногда даже я выхожу. Ну, когда погода хорошая, не как сейчас. А ты мне скажи, как взрослый ты мужчина. У тебя сколько? 30 лет, да? Сколько тебе лет? 33 лет я прожила. 34 лет. А что тебе интересно вообще с такими маленькими детьми, вообще, выходить гулять? Ближе по духу. Ближе по духу? Я не понимаю, что происходит, когда человек взрослеет. Просто. Человек становится не человеком, как бы, да? С ним очень непонятно общаться. Ну, вот видишь, ты тут с ними общаешься, а родители заявления пишут. Им не нравится. Я могу увидеть хотя бы там, чего написали. Ну, примерно, хотя бы в тезисах. Я тебе скажу, их не устраивают, что они ходят к Вадиму, который намного старше их. Их беспокоит, что они тут делают. Ну, а пахнет сигаретами от них, они приходят на курины, они ругаются матом. Ты с ними ругаешься матом? Я не очень люблю язык этих половых сношений, конечно. Ну, вот видишь, а, получается вот так. Вот придется объяснение с тебя взять, что они у тебя тут просто в компьютере играют и музыку слушают. Вместо того, чтобы в школу ходить. Ну, то есть, родители считают, что в школу отдавать это нормально. Конечно, нормально. Саша, возьмешь колесу? А можно тебя попросить, чтобы они у тебя не сидели здесь больше? Просто, честно, человечество. Даже вы мне постучали, я открыл. Тот, кто стучит ко мне в дверь, я открыл. А, ну, то есть, получается, что они тебя все-таки используют. Сделай потише. Правда, громко. Да сделай сейчас. Тоже не развиваться, что ли? Ладно, я останавливаю запись. И, по-настоящему. И, по-настоящему.